Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я представляю немецкую машиностроительную фирму, которая сегодня называется Тенова Токраф. И тема моего доклада – применение комплексов циклично-поточных технологий на открытых горных работах. Буквально несколько слов вначале скажу о нашей фирме. Наша фирма достаточно зрелая, ее создала одна немецкая баронесса по фамилии Лёвендаль еще в 1725 году. И шло время, фирма развивалась, Европа строила автомобильные, железные дороги. В то же самое время Токраф тоже активно участвовал в строительстве мостов и эстакад с помощью металлоконструкций ферменных. И когда под Дрезденом были найдены запасы бурого угля, гигантские запасы бурого угля в 19 веке, то стал вопрос возможности создания и применения каких-то технологий, которые позволили бы наиболее экономически добывать этот достаточно низкокалорийный уголь. Ну и вот в результате, к тому времени Токраф уже имел очень большой опыт применения ферменных конструкций. И нами была предложена такой гигантский монстр, который позволял в крест простирания, видите, в крест фронта горных работ, значит, разместить этого монстра, вставить туда конвейер. И осталось только изобрести машинку, которая бы закидывала туда непрерывно горную породу. Такая машинка тоже была создана. Это роторные многоковшовые экскаваторы и цепные многоковшовые экскаваторы, они тоже являются монстрами. И таким образом, если посмотреть на этого гиганта, его в последующем назвали транспортно-отвальный мост, который ходит вдоль фронта, значит, работ на рельсовом ходу специальном. И длина его превышала 500 метров. И по сравнению с эфировой башней можем себе представить. Шли годы, и в 2007 году мы... плохо загружается. Мы вошли в структуру концерна Тенова. Это крупный мировой концерн, его годовой оборот составляет 2 миллиарда евро. Наша матушка, Тенова Маннинг Минералс, она имеет в год оборот 1,1 миллиарда евро. Наша структура Тенова Токраф на сегодняшний день в год имеет оборот порядка 400 миллионов евро. Наше оборудование, именно наша фирма Токраф работает по всему миру. Это и Канада, и Северная Америка, и страны Южной Америки, и весь континент Евразии, Африка, Австралия. И какую же технику мы производим? Мы производим очень разную технику для открытых горных работ. И, кроме того, в последние 15-20 лет российским угольщикам понадобились техники, технологии для отгрузки углей на экспорт, чтобы из железнодорожного вагона уголь забрать, положить на склад и дальше погрузить в суда, в корабли и транспортировать его на экспорт. Вот такие технологии мы построили для порта Усть-Луга, это под Петербургом, для порта Ванина, это Хабаровский край. Ну и какие же предпосылки применения комплексов ЦПТ на самом деле сегодня присутствуют на рынке? Я бы хотел сказать так, если какое-то угледобывающее предприятие эксплуатирует месторождение и длина откатки составляет до 4 километров, то им пока не стоит на эту тему беспокоиться или задумываться. А вот для тех, у кого расстояние откатки превышает 4 километра, это интересно, это стоит задуматься. Ведь, по сути дела, если мы посмотрим на вот этот технологический автомобиль, то мы с вами увидим, что он, проехав 100 метров по длине, способен подняться только на 8 метров по вертикали, к сожалению, не больше. Если это перевести в градусы, то мы скажем, что уклон не может превышать 4 градуса. Представим теперь на транспортире эти 4 градуса и нам становится непонятно, как так. Но, к сожалению, это так. А что такое конвейер? Конвейер в состоянии, обычный конвейер в состоянии до 18 градусов транспортировать ископаемое, и при этом при 100 метрах длины высота подъема полезного ископаемого уже составляет порядка 30 метров. Это совершенно другие данные, другие цифры. А если говорить о каких-то других специфических, скажем, трубчатых конвейерах, которые мы тоже производим, то здесь уже можно говорить о том, что он может транспортировать полезное ископаемое и под углом 30 градусов. Если еще аргументировать сравнительный анализ, обычная технология, наша, скажем, классика, это автомобильно-бульдозерное отвалообразование, либо с применением ЦПТ, то, опять же, мы должны вспомнить, что такое автомобиль. Это очень сложный агрегат, который состоит из очень сложных узлов, механизмов, и эта, скажем, машина весит 180 тонн, а плюс ко всему везет на себе 180 тонн груза. То посмотрим на конвейер, на самом деле там и смотреть, по сути дела, ну все просто, да? И сам он никуда не едет, он стоит на месте, в лучшем случае едет только транспортерная лента с ископаемым на нем. И в результате становится очевидным, что действительно намного сложнее перевозить всю эту большую машину самой себя, плюс ко всему, а если посмотреть на использование энергии, какой энергией они пользуются. Если возьмем, к примеру, конвейер, то мы понимаем, что он использует электрическую энергию, КПД электродвигателей, мы с вами хорошо все помним, и автомобиль, который, к сожалению, использует дизельное топливо и КПД дизельного топлива, мы знаем с вами, что не превышает 30 с небольшим процентов, вот отсюда начинает складываться и экономика. К тому же, если мы посмотрим, на каждом автомобиле должен сидеть экипаж, это 4,5 человека, непонятно, что в одну секунду времени 4,5 человек сидят. Экипаж, который работает в круглосуточном режиме на этом автомобиле, это 4,5 человека. Для конвейеров его нельзя назвать безлюдной технологией, но с уверенностью можно сказать, что это очень малолюдная технология, там в разы количество персонала меньше работает на ЦПД, чем на традиционном автомобильном транспорте. И можно еще назвать какие-то аргументы, ну такие, к примеру, как расходные части, да, выросли за нашущее. Если посмотрим на автомобиль, у него 6 колес, ресурс колеса, ну, 90 тысяч километров пробега, машина пробегает за год, там, 130-150 тысяч километров. Вот отсюда мы смотрим с вами, какие идут в этом случае затраты. А если посмотреть на конвейер, то там, по сути дела, нечему сегодня даже и ломаться, потому что вот эти барабаны, которые делают обивку конвейера, они сегодня уже выпускаются совершенно неремонтируемые. Один раз закачана туда смазка на весь слог службы эксплуатации. Если говорить о роликах, они тоже неремонтопригодны. Один раз поставлены и обязаны работать 25-50 лет. Ну и есть еще, наверное, ряд других аргументов, которые за экономим время сейчас не будем пока называть. Из чего же состоит эта самая циклично-поточная технология? Ну, она состоит в основном из трех компонентов. Это дробильные установки, это конвейеры, и это отвалообразователи. Дробильные установки мы делаем повсеместно, в большом количестве. У нас в этом деле большой опыт очень разной производительности. Мы делаем как мобильные дробилки, полумобильные, причем сама дробилка может быть как конусная, в зависимости от используемого материала, так и шнека-зубчатая, двухволковая дробилка. За нами компьютер никак не успевает. Следующий компонент, составляющий ЦПТ, это конвейерные ленты. Конвейеры мы тоже делаем очень разные и научились уже делать, кроме обычных и трубчатых, как я вам говорил, конвейеры, конвейеры, которые могут изгибаться как в профиле, так и в плане, и тоже с очень разными параметрами. Ну вот, к примеру, приведу одного из конвейеров, эксплуатируется на медном молибденовом роднике Хендерсон, это штат Колорадо, США. Он имеет длину одного става 17 километров. Вы можете себе представить ленту конвейера, одним ремнем, там, 34 километра. Ну, кто-то может сказать, что да, наверное, у него по всей длине есть привода. Ничего подобного, привод у него находится только в концевой части всего конвейера, в одном здании находится, и этот конвейер уже около 20 лет великолепно работает, но он как раз, и что интересно, был поставлен в замену, видите, рельсовому транспорту. Раньше молибденруду возили на этом роднике с железнодорожным транспортом, но экономические, будем говорить, проблемы заставили их отказаться от этого вида транспорта, хотя мы знаем, что железнодорожный эффективнее, чем автомобильный транспорт. И был применен конвейер на этом роднике, и вот 20 лет уже работают, очень довольны, и экономика у них на сегодняшний день выглядит так же неплохо, если не сказать лучше. Ну вот еще один пример, это Кавдорский ГОК за полярным кругом, к сожалению, картинка получилась тусклая, ну понятно, полярный, заполярный, все время ночь, ночь, вот вынуждены были ночью снять, значит, ну мы видим с вами конвейер, который выходит с горных работ, видим, поднялся на первый ярус, с помощью ЦПТ был создан гигантский отвал первого яруса, потом построили пионерную насыпь, и сейчас производят отвальные работы на втором ярусе, и тоже очень довольны этой технологией. Следующий и последний элемент ЦПТ – это отвалообразователи. Мы их тоже делаем в очень большом количестве, повсеместно они работают, с разными параметрами, вот и в Индии, и на Талдинском разрезе, в Кузбассе, и в Перу, и в Чили, в разных местах работают, и на Кавдорском ГОКе, как мы уже сказали, и в Казахстане на разрезе Восточный, и в Красноярске на Суэке, ну в то время Красноярск уголь запросил технологию, которая позволяла породы с крыши также перемещать без применения транспорта сразу в выработное пространство. В результате нам был разработан и создан комплекс, состоящий из большого роторного экскаватора, и вот этого супергиганта, самого крупного отвалообразователя в мире, длина консоли у него, длина стрелы 195 метров, он сразу перекидывается, породы с крыши, в выработанное пространство. И вот я уже вам говорил о многих привилегиях, предпочтениях ЦПТ, но вот все-таки должен сказать о том, что на этом снимке видно, да, вот стоят две дробилки, из каждой из которых имеет два портала, но также видим, что бывает такой пульсирующий поток движения породы, что в очередь выходит и выстраивается отсюда. Вот есть такое, как бы сказать, предложение, если есть с научно, с институтов отраслевых, проектных институтов в угольной отрасли люди, то можно задуматься над тем, что сделать буферный склад, который бы корректировал этот пульсирующий поток, и эффективность применения ЦПТ еще сильнее, она бы возрастала. Ну а теперь вот от тех словесных доводов мы перешли к цифрам, мы сделали сравнительный анализ двух вариантов. Первый вариант, что если мы будем с вами большие объемы, ну скажем, в данном случае 43 миллиона тонн в год, перевозить на расстояние там 5,4 километра чисто автомобильным транспортом, да, и вариант номер два, когда мы с вами только в зоне ведения горных работ будем загружать в автомобили, перевозить там на один с небольшим километров, значит, в зону перегрузки на конвейерный транспорт, и дальше уже полезный ископаемый или порода пошла на отвал и складируется там с помощью отвалообразователей. Мы сделали сравнительный анализ и получили удивительные цифры, значит, себестоимость транспортировки с учетом и эксплуатации, с учетом и капитальных затрат, и эксплуатационных затрат. В первом варианте, когда только классика, только автомобильный транспорт, составляет 45 рублей на тонну, во втором, когда есть и автомобильный транспорт на небольшое расстояние в забое, и потом пошел конвейерный транспорт, 28 рублей на тонну. То есть это в полтора с лишним раза меньше суммарные затраты, чем при классической схеме. Что же, вот наше оборудование работает во многих местах мира. У нас более, у нас 14 чисто комплексов циклично-поточных технологий и сотни разного рода, как бы сказать, составляющих этого комплекса. Конвейеров, отвалообразователей, дробильных установок. Ну вот, специалисты на... Чилийские специалисты, это на рудниках, метных рудниках, из Кандиды, Каделка, они говорят, что у них цифры даже другие. У них в два раза суммарные затраты с применением циклично-поточной технологии меньше, чем при традиционном автомобильном транспорте. И наши коллеги, Ковдорский ГОК, они тоже ведут такой ежегодный анализ, хотя эксплуатируют уже порядка 20 лет нашу циклично-поточную технологию. У них один борт карьеры отрабатывается чисто автомобильным транспортом, другой вот с помощью ЦПТ. Они называют цифру 1,8 раза. Мы специально вот взяли все очень подробно и плотно, ничего там не утаивали, и вот у нас получилось полтора раза. Таким образом, цифры такие, полтора, 1,8 раза, даже два раза. Это говорит о том, что это технология, которая имеет право на будущее, и к ней надо присматриваться, потому что во многих странах мира на горных предприятиях на такой технологии уже работают. Ну и в заключении, что бы я хотел сказать? Я бы хотел, конечно, пожелать, чтобы наши горняки заинтересовались подобные технологии, и в России появились подобные технологии более повсеместно, нежели чем сегодня это имеет место быть. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господи. Спасибо.